Добрый день телезрители. Агния, привет. Что ты такая взрослая, а с куклой? Ничего смешного. Это не просто кукла, а авторская кукла. Ее специально для меня делали. Ты знаешь, сколько в мире взрослых, обожающих кукол? Цена некоторых коллекционных экземпляров, как целый автомобиль. Никогда этого не пойму. Героиня нашего сюжета уже взрослая женщина и сама мама. Но кукол обожает. Они стали делом ее жизни. Оказывается, что взрослые женщины в душе навсегда остаются маленькими девочками. Только не все в этом признаются. Александра Наята, став взрослой, наконец-то смогла покупать себе куклу, которые в детстве ей были недоступны. Многие думают, что кукла это инфантильно, что это для маленьких детей. На самом деле, если познакомиться с коллекционерами, это все взрослые люди. Что доказывает обратно? Для того, чтобы понимать кукол и любить их, нужно быть взрослым человеком, личностью, которая доросла до куклы и может оценить ту или иную ценность вещи. Потому что в некотором роде это произведение искусства, а в некотором даже антиквариат. Это игровые куклы из Германии, начала прошлого века. А это самая настоящая Барби, о которой мечтали наши мамы. А два года назад у Саши появилась еще одна любовь. Ватные игрушки. Раньше такими украшали елку. Вата, клей или крахмал. Даже в самые тяжелые времена эти материалы были доступны. Ребята в снегу, девочки, которые собирали хворост. Это были детки на лыжах, это были детки-пионеры. Первыми родились вот эти малыши-циркачи. Александра не только восстанавливает традицию ватного папье-маше, но и создает в этой технике своих собственных авторских кукол. Первая коллекция, конечно же, была посвящена любимым образом из детства. Красавица и чудовище. Вот это 12 месяцев, то есть это девушка, которая пошла зимой в лес. То есть это были какие-то образы из каких-то детских воспоминаний, отрывки, самые любимые сказок, историй вот таких из прошлого. Со своими куклами художница расстается легко. Она считает, что они должны уходить в мир и храниться у других людей для истории и просто дарить радость. Может быть, кто-то благодаря им научится чему-то. Может, кто-то придумает какую-то свою технику. Может, кого-то они тоже вдохновляют. Может, кто-то смотрит на них и отдыхает взглядом. Сначала из самозастывающей глины лепится личико. Раньше для этого использовали воск. После того, как оно высохнет, ему нужно нарисовать выражение. Смешиваем строительный клей ПВА с водой, пропитываем им вату и формируем фигуру или одежду куклы. Затем изделие нужно хорошо просушить и покрасить. Ну и, конечно же, побольше блесток. Это же Новый год! Сейчас блестки можно купить в любом магазине. А раньше использовались разбитые елочные игрушки. Глядя на Александру, становится не так уж страшно взрослеть. Главное, не потерять ребенка внутри. Вот, слышал, до кукол еще дорасти надо. Ты, видимо, еще не дорос. А может, я просто мальчик и никогда не дорасту до кукол? Я и без кукол достаточно взрослый. Много чего по дому делаю. И вообще... Что, например? Блины готовлю на всю семью. Вот в ресторане «Дача» поделились еще одним рецептом. Сегодня мы готовим шпинатные блины со сливочным сыром и семгой. Теперь мы берем миску. Вбиваем туда все яйца. Теперь кладем две ложки сахара. Ты энергичнее взбивайся. Сколько мы с тобой взяли? Моя очередь. Теперь нужно просеять муку. А у меня есть пина. О, это нам как раз подойдет. Теперь тщательно перемешиваем тесто, чтобы не было комков. Теперь, когда нет комочков, можно добавлять молоко. Теперь добавляем 4 ложки растительного масла. Пока мука в тесте набухает, измельчим шпинат. В переводе с перститского шпинат означает «зеленая рука», а французы прозвали его «крылем овощей и метлой для желудка». Теперь шпинат добавляем в тесто. У нас зеленая сгуща будет. Теперь можно жарить? Да! Берем блин. Намазываем на весь блин сливочный сыр. Теперь берем семгу и кладем ее. Заворачиваем блин. Можно попробовать? Ммм, блинчики! Ммм! Субтитры создавал DimaTorzok А твои блины такие же вкусные? Мои еще вкуснее. Я их по книжке делаю. О вкусной и здоровой пище. Да, книжки это вообще вещь полезная. Они многому могут научить дружить, любить, помогать друг другу. Книжка, про которую я буду рассказывать, называется «Чудесное путешествие Нильза с дикими гусями». Написала ее Сельма Лагерлёв. Впервые она была напечатана в 1906 году. Сначала Нильз, который был главным героем, которого уменьшил гном за его плохие поступки, в конце книжки, чтобы сделать себя снова большим, прошел много путешествий и научился дружить, любить и помогать. И еще самый главный герой был домашний гусь Мартин, которому сказали серые гуси, что домашние гуси ничего не делают, кроме того, как едят и спят. А белый гусь Мартин решил им доказать, что белые гуси тоже что-то умеют, и он полетел с ними в Лапландию. А Нильз, которого уменьшен дном, у него на спине. Там еще был лис, который хотел съесть Мартина и всю стаю Аки Кабникайсе. Ака Кабникайсе, она вожак стаи. Я бы хотела быть на нее похожа, потому что Ака Кабникайсе очень добрая и вежливая, и справедливая. Эта книга очень добрая и познавательная. Наш книжный обозреватель Мелания Новиченко ходит в школу читательского мастерства, где дети читают и обсуждают прочитанное. Я тоже хочу тебе рассказать про Карлсона, Винни-Пуха и Пеппи Длинный Чулок. Ой, это надолго. Давай сначала со зрителями попрощаемся. Окей, до свидания. Пока!